Штормовое предупреждение сразу в 11 регионах распространили метеорологи. В Алматы водители даже попросили сменить летние покрышки на зимние. Но не везде будет царить непогода. Материал Нины Шапо. Шиномонтажные мастерские на севере страны работают без выходных вот уже третью неделю. Чтобы переобуть машину, у мастеров уходит от 20 до 40 минут в зависимости от марки авто. Запись на две недели вперед. Водители, отмечают эксперты, стали более ответственно относиться к безопасности. Некоторые даже приобретают три комплекта шин. Липучка, она идет просто без швов. Она не шумная получается. Шип, он для чего служит? Резко затронулись, резко тронуться. Липучки такого уже нет, но она зато будет более комфортной. Допустим, он как слякает в такую погоду. Но если в Кустанае уже большинство автовладельцев переобулись, то алматинцев просят сделать это в ближайшие дни. В ночь с 31 октября на 1 ноября там обещают дождь со снегом, минусовую температуру и гололед. А в центре, на севере и западе страны наоборот потеплеет. Местами даже до плюс 20 градусов. Серия атлантических циклонов принесет тепло после кратковременного понижения температуры воздуха. Вместе с теплом пройдут и осадки в виде дождя и мокрого снега. Лишь на западе республики погода преимущественно без осадков. Такой неустойчивый характер погоды будет господствовать на большей части территории страны, поэтому в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. В столице предупреждают о гололеде и тумане. В западно-казахстанской области ждут шквалистый ветер, в карагандинской снег дождь и гололед. В Костанайской области прогнозируют низовую метель. В Алматинской сильные осадки, а в Актюбинской области гололед и ветер.